10 лет о мэре Львова Андрея Садовом говорили только как о перспективном проевропейском политике. 10 лет он удачливо строил свой имидж хозяйственника и успешного гордоначальника. Принцип очень простой. Возьми и сделай. Пока во Львове не завоняла свалка мусора. Погибшие люди, заваленный мусором город и вскрывшиеся подробности мусорные аферы по-львовски заставили людей по-другому посмотреть на Садового. Вы не поверите, но час за часом в центре европейского и холеного города отчетливо и навязчиво слышится запах не кофе, а канализации. Вам не послышалось? Дикая вонь экскрементов не дает открыть окна жителям центральных, восточных и северных районов. Тогда на свалку и обратили внимание. И ужаснулись. Город стоял на пороге катастрофы. Андрей Садовой еще кандидатом свято клялся закрыть вопрос. Это Чернобыль. Открытый. Без саркофага. Если бы этот саркофаг не построить, то беда с Кольным не будет больше. Здесь же Андрей Садовой справедливо недоумевает. Мне тяжело понять, почему 15 или 16 лет не контролировали лоббийцы, никто их не контролировал. Экологическая беда, она на лев так же идет. Вы думаете, что? Что, по ветру, оно что не летает? Или чайки, они что-то другого не летят? Вы же мудрые люди, да вы должны понимать это. Мудро это делать. То есть, делать все этапы. Но с годами вопрос свалки так и оставался открытым, пока она не загорелась. А во время пожара заживо завалило тоннами мусора троих пожарников и одного эколога. Вот тут и начался реальный скандал. Внаружи начали вылезать разные факты. Как и почему проблему игнорировали? Годами. Одной из первых, ставших известной общественности проблем, стало то, что за 10 лет множество раз были предложения создать завод по переработке мусора. Мы знаем, что 50 километров от города Львова есть вырубники, спільно украинско-немецкое предприятие, которое поставляет обладание 50 стран света. Поэтому и обладание это не стоит ни 100 миллионов, ни сколько, это миллион-два, и оно могло работать. То, что проблему можно было решить еще до трагедии, утверждают и члены комиссии, созданный при Горсовете для ликвидации последствий экологической катастрофы. Ситуация сложная. Очевидно, лишь одна, что за 10 лет управления Андрея Ивановича это вопрос можно было решить. И, соответственно, мы бы не пришли к трагедии, которая произошла. То есть, все 10 лет были предложения о певных построения заводов, рекультивации и так далее. Мало того, было, скажем так, створено ряд проектов под сметезвалищем. Ну, они, на жаль, не реализованы. Общественные активисты сетуют на непонятную позицию городских властей. Мало того, я вам скажу, больше после этой трагедии, которая произошла, на был разговор, до нас, члены, щодня, звертаются люди с проектами, с готовыми инвестициями, но ни одного человека на встречу не призначили. Мы не видим, что будет происходить непосредственно с грибовичами, куда будет вводиться сметка. Просто эта вся информация консервируется в Андрея Ивановича, и он просто не дает ей ни депутатам, ни людям, ни тем селам, которые непосредственно живут на околе грибовича. Политические конкуренты уверены в том, что точно так же, как и в ситуации со строительством стадиона и аэропорта, к еврочемпионату строительство завода перекинут на государство. И действительно, Минрегион Буд уже решил дать городу деньги для решения проблемы со свалкой. В денежном эквиваленте это полмиллиона государственных и десятки миллионов еврокредитных средств. А вот проект от общественности прячут. Львов планирует отдать львовский мусор на переработку и прессование малоизвестной фирме ЗОВ «Захид Ресурс Плюс», многие которые растут от киевского ЧАО «Гринка», которую в Киеве возглавляет господин Виктор Ржаткевич. Он неоднократно обвинялся в том, что когда возглавлял ОАО «Гринка» и ГП «Укрэкокомресурсы», выкачал из государства миллионы гривен. Мэр Львова утверждает, господин Ржаткевич, как львовянин, решил помочь городу и на государственное финансирование не претендует. Я всех публично запрошую долучаться, но мы не имеем подписанной угоды. Они на свой страх и риск вырешили облаштовывать на территории Сельмашу перевантаженную станцию. Чи місто це підтримує? Так, ми це підтримує. Якщо завтра з'явится ще 10 компаний, які хочуть робити таку самодельність, так, ми будем це підтримувати. В то время, когда городской совет затягивает с решением проблемы мусора, контролирующие екослужбы предупреждают. Возможны новые оползни, которые могут привести к не менее ужасным последствиям. Уже сегодня экологи бьют тревогу. Экологическая ситуация во Львове критическая. Будьте добры, получите все сливки с таблицы Менделеева. Показники забрудненности воды, показники забрудненности повітря перевищують декілька раз цю всю норму. Дуже сильно забруднені території нафтопродуктами, аміаком, тяжкими металами, такими як свинець, як ртуть. Более того, досталось от самого европейского города і в старушкій Європі. Тяжко його прирівняти до Чорнобильської катастрофи, але я думаю, що воно не менш шкідливе. Не менш шкідливе, тільки, як можна сказати, бомба повільної дії. Воно полегенько, воно полегенько трює людей, воно полегенько трює екологію, воно трює русло річок, які впадають в віслу. Поляки вже почали бити на сполох, тому що в них дуже погіршилися показники води в річці віслу. По всіукраїнській статистикі на 100 тисяч дітського населения 11-12 случаїв онкозаболівань. Але под Львовом ситуація в десятки раз хуже. Тільки вдумайтесь, кожний десяток дітей відноситься к онкобольним. Зараз збільшується тенденція по захворюванні онкології. Наприклад, онкологія серед дітей. Якщо взяти село Збиранку, це буквально більше 10%. Тобто з 30 народжених дітей порядка троє дітей хворіють на онкології. Це офіційні дані. А в період пожара ситуація стала ще більш сложной. В період горіння сміттєзвалища жителі Грибович, буквально кожна людина, фактично всі хворіли захворюванням горла. А це не захворювання горла. Отравлення хімічними токсичними речовинами. А воно видається як звичайна грипа. Но можна ли було избіжати такої ситуації? Можна, якщо б реально решали її общими силами. Але в Львові другая ситуація. Власть сконцентрирована в одніх руках. Соответственно, рішення прийняться единолічно і единогласно. В місті Львові є серйозна проблема і з виконавчим комітетом. Виконавчий комітет, який складається з підлеглі міського голови. Ростислав Дацьків – член исполкома. Зам'ятитель городського голови по економічним вопросам і градостроїтельству. Марта Литвинюк – еще один член исполкома. Ісполняючий обязанності зам'ятителя городського голови по гуманітарним вопросам. Андрей Маскаленко – зам'ятитель городського голови по вопросам развития. Виктор Пушкарёв – первый заместитель городского головы. И, конечно же, сам Андрей Садовой. В оконком, в котором складывается шести людей, один из которых Садовый, и четверо его заступников – это органы, которые принимают безальтернативные решения. Я сомневаюсь, что там есть обговоры, что там представлена думка громадственности, там представлена думка Садового Андрея и его подлежья. А вот Андрей Садовой считает по-другому. И то, что исполком состоит из его команды, объясняет исключительно профессионализмом своих заместителей. Я считаю, что люди, которые работают в оконавших органах влады, они ответственны за те решения, которые они работают. Ответственные – это факт. Но вот давайте посмотрим, за что же именно. Когда мы говорим про работу депутатов Минской Рады, безпосредственных чиновников и безпосредственного Андрея Ивановича, у нас нет коммуникации. У нас нет коммуникации с Андреем Ивановичем. Андрея Иванович не коммуникает ни с депутатами, ни с кем. На сегодня мы за рейк деятельности, мы побачили все маленькое закрите акционерное товариство, до которого никто никого не допускает. Каким чином отбывается у нас подъем земельной длянки, каким чином продается коммунальное майно, каким чином створюются какие-то комиссии, отбываются акционы, будь-что. В нас складывается такое впечатление, что есть безкарность. То есть они не понимают, что они могут быть покараны, они могут дать любую отписку, и они не принесут никакой ответственности. И вообще, во Львове много коммунальных предприятий. И у них достаточно помещений было раньше. Примеры на улице Руськой. За пару сотен метров от мэрии часть помещений аварийной бригады коммунального предприятия «Львов Электротранс» уже приватизировали. Стерся из памяти водителей и ремонтный пункт трамваев по улице Ивана Франко, 70. Диспетчерский пункт был и возле главного железнодорожного вокзала, 127 квадратных метров. Еще больше, почти 342 вкусных метра, составлял диспетчерский пункт «Львов Электротранса» на улице Коновальца. Трамвай должен работать на линии и так же получать соответствующие технические обслуживания. На каждом маршруте когда-то был аварийный пункт, где работали круглодобовые слюсари, которые при первой потребности могли выйти до вагона. Помещение бывшего диспетчерского пункта на площади Кропивницкого вовсе не на окраине города и так же уже не «Львов Электротранса». А вот Андрей Садовой такие действия только оправдывает. Мол, все это исключительно во благо города. И отримаем достаточно значительные деньги до бюджета. Но не только коммунальное имущество города является предметом злоупотреблений. Коммунальные предприятия – вот на чем можно неплохо заработать. Например, на покупке старых немецких трамваев. Схема очень проста и часто использовалась украинскими чиновниками. Покупка имущества по цене в несколько раз дороже реальной стоимости. Если коротко, то в 2007 году коммунальное предприятие «Львов Электротранс» заключило соглашение с волынской фирмой «Сармат» на закупку немецких трамваев. А основным владельцем этой фирмы был Андрей Федоренко – бизнесмен, который впоследствии станет советником садового, директором «Львов Электротранса», а потом окажется на скамье подсудимых за эту сделку. Корупция прилягает в очень простое схеме, яка стосовалася продажу трамваев самому по собі, але за гроші Львівської міської ради. Особи-підприятия продают місцево и проводят операцию. День-два. Операція проходит с Грумлена А до Б, тобто накидывается цена. С Б до В накидывается цена. И так до пятого человека пиздеще ци трамваи продаются через третью особу через Волинь, автоконцепт. И автоконцепт тоді уже продает, еще накидывается цена и продає вже відповідно Львівло ЛКП «Электротранс». То есть по документам трамваї продавались нескольким фірмам. І першою із них була вот эта самая волинська фірма «Сармат». Хоча в Волинській області вообще нет трамвайних путей. Не странно ли? И в року переоформлялися документы. А трамваї з Німеччини безпосередньо попали в трамвайный депо сразу. Ніхто їх до Луцька не гоняв, ніхто їх не продавав. Переоформлялися документы. В цьому є злочин. К слову, горсовет на этой сделке потерял не много, не мало – 323 тисячі євро. Арифметика проста. Более того, даже по такой цене купили неисправные трамваї, ремонт которых обошелся впоследствии еще в миллионы гривен. Пізніше ухвалу міської ради відділяється 5 мільйонів приблизно 300 тисяч на модернизацию вказанних трамваї. Но оказывається, що для мэра Львова це всього-навсего небольші превышення сметы. Я б попросив, поки рішення суду немає, щоб ми не говорили приблизно. Я бачив ті цифри. У мене самого є певні запитання, тому що я бачу, що є певні перевищення. А вообще Андрій Іванович словно издівається. Говорит, це дуже успішна закупка. Але в цілому це було дуже вигідно для міста, тому що ми отримали дуже багато трамваїв, які вирішили проблему для міста. Львівська власть може похвастатися і другой коммунальній структурою АТП номер один. Этому автотранспортному предприятию принадлежит большинство автобусних маршрутов во Львові. І, наверное, первенство по уголовним производствам. Так, ще в 2013 році львовські журналисты обнаружили многочисленні нарушення в деятельності АТП номер один. Після цього проверку провела фінансова інспекція, бувшая КРУ. Також була создана временна депутатська комісія Львовського горсовета. Порушення в сфері закупівлі палива. Депутати установили, що имали місце без тендерні закупки топлива. І тодішній директор АТП номер один Михаїл Сидорович покупав топливо у фірми, в якій раніше працював. Обнаружила депутатська комісія Чорний Нал. Видимо, во Львові така традиція. То трамваї металлолом покупають, то секондхендовські автобуси. Було близько десятка автобусів, і всі вони були різних марок. Обслуговування різних марок автобусів є економічно недоцільним. Через буквально півтора місяці 60-70% цих автотранспортних засобів стояли на ремонті, стояли фактично під парконом і не виїжджали на маршрути, для чого вони були прийманили. Прокуратура Львовській області ще в 13-м року відкрила зразу три уголовних производства по служебним лицам АТП номер один. «Здесь тобі і грубе злоупотреблення служебним положенням, і нанесення убитків, і нарушення законодавців о роботі. Материалу направили в міліцію. Мілиціонери даже сообщили о підозріній в совершенні уголовних приступлень директору АТП Михаїлу Сідоровичу. А в прошлом року уголовне производство по Сідоровичу по-тихому і закріли. Дане провадження було закрите, скарг на закриття даного провадження не поступало. Тепер горий менеджер Михаїл Сідорович становиться депутатом Львовського обласного совета. Конечно же, от самопомощі. Уже депутат. Сідорович старший продолжает работать директором АТП номер один фактически до конца прошлого року. Кримінала же його в действиях не выявили. Питання закриття даного провадження цікавить не тільки громадськість і засоби масової інформації, але й прокуратуру опыту. Що ж так могло заінтересовать прокуратуру? Від именно її сотрудники в прошлом году закрили це уголовне производство. А между тим, в очередной раз признавая профессіоналізм Сідоровичем, мэр Львова Садовой. Уже в этом году назначає його руководителем другого коммунального предприятия, не поверите, скандального львов-електротранса. Я не маю жодного рішення суду, який би виніс вердикт, що він чомусь виноватий. Я знаю тільки позитивні речі, які він робив для міста. Він був дуже фаховим керівником АТП. Возникає логичний вопрос. Почему же многочисленні уголовні дела і производства, які качаються коммунального імущества, чиновників Горсовета, коммунальних предприятий, тянуться годами? Почему правоохранители так довго расследують дела? Ілі вообще їх закрывають? І ще одна версія – задабривання правоохранителей. К примеру, ще в первій каденції мэра Садового, милиціонера Львовщини получили в суду на 10 лет 37 автомобилей і микроавтобус. Согласно ответу исполкома, обсягла стоимость транспорта составляла по тогдашнему курсу 312 тысяч долларов. Решение о предоставлении авто в суду принимал исполком за подписью Садового. Все эти автомобили были куплены на средства из бюджета города, то есть за деньги жителей. Не была обделена і прокуратура. На її нужды тож выделялись городські деньги. Міська рада під приводом того, що техногенна катастрофа може статися в будинку по вулиці Богомольця 9, і треба зремонтувати її. Міська рада виділила 770 тисяч гривень на той ремонт. Общественні активісты уверені, именно такими методами искали подход к правоохранителям. Чому міліція не розслідує жодних злочинів? Бутона знаходиться під контролем прокуратури. 49 машин. Де міська рада взяла ті машини? Ну, закупила. За чі гроші? За гроші громади. Я не думаю, що може бути лояльне ставлення чи міліції, чи прокуратури, чи СБУ. І ми ніколи ні на які торги, ні з ким не йшли, і йти не будемо. Кроме того, с 2006 року львовські правоохранители значительно улучшили свої жилищні услови. Так, львовським ісполкомам під председателемо мэра правоохранні органів, зокрема міліція, пише листа з проханням виділити земельну ділянку для будівництва житла. Ми можемо їм відмовити? Депутати міського рада за це голосують одностайно. Маючи ту ділянку, вони будують житло, а потім вони це житло через місто за собою оформляють. Тобто це не є якісь квартири, які впали з неба. Тобто саме стосується і прокуратури. Мэр города не договаривает, ведь є значительне число квартир, які принадлежали самому городу. Іх не строили правоохранители, але досталися вони судьям і прокурорам. Наприклад, на улиці Гнатюка, недалеко от Главного управління національної полиції Львовщини, знаходиться фашенебельний офісний центр. Його строила компания «Интергалбуд». Благодаря іниціативе городського голови і з його подачі, городські депутати освободили эту фірму от уплаты інвестиційного взноса. За це бізнесмены подарили городу две квартири стоимостью около полутора мільйонів. І, як ви вже догадались, це жилье досталось прокурору. Конечно же, части квартир работникам прокуратуры було предоставлено як служебне жилье. Однак впоследствии, решеннями того же исполкома, эти квартири выводяться з статуса служебного жилья, і прокуроры їх успешно приватизують. Квартири вот в таких новостройках. Две-три комнаты, площади до ста квадратів. Тому, похоже на те, що добитися от правоохранителів справедливості в Львові бессмысленно. Від і вони получають такі преференції від міського голови його команди не просто так. Я скажу не своїми словами, я скажу словами Андрія Івановича Садового. Він говорить, що за все, що відпливається в місті, відповідальний міський голова. Картинка, которую Садовой рисував многие годи, из-за скандалів в подконтрольному йому Львові. І партия «Самопомощь» начинает портиться. І на місці проєвропейського мэра начинает вырисовуваться совсем другая фигура – политика Садового, который з кожним днем все більше похож на классического украинского бизнесмена, который умело зарабатывает на власти.